Открытие мемориальной доски приурочили к 67-му дню рождения Сергея Короткова. Ее устанавливают на доме, в котором жил известный музыковед, критик и телеведущий. Мы здесь жили 16 лет. Здесь родился наш сын. Он закончил ту же школу, что Сергей Александрович, который рядом. Поступил в тот же университет, который заканчивали мы. В общем, все так продолжилось. Открыть доску удалось только через 4 года после смерти Сергея Короткова. С установкой были сложности, говорит супруга музыковеда Алла. Основные – это хождение по инстанциям и поиск автора мемориальной доски. После долгих поисков решили, что это будет Дмитрий Ив. Именно он сделал памятник Сергею Короткову. Изначально было 4 варианта эскизов, но родные и друзья остановились на этом с виниловой пластинкой. При создании изображения самого Короткова, рассказывает Дмитрий, хотел передать его доброту, открытость и разносторонность. Хоть скульптор и не знал Короткова при жизни, был хорошо знаком с его деятельностью. Я прочувствовал, видео раскрывают, я видел его передачи и чувствовал характер человека, поэтому мне было несложно это сделать. Коротков начал свою деятельность еще в 60-х, когда основал рок-н-ролльный журнал «Бит-эхо», который стал первым отечественным рок-журналом. В советские времена он подвергался репрессиям со стороны власти, поэтому известным музыкальным журналистом стал только в начале 90-х. Именно тогда он стал вести авторские передачи на нескольких харьковских телеканалах. Лариса Говина, Агентство телевидения новости.